Только вчера луганчане, ну и все жители Украины, граждане Украины смотрели программу о Новоахтырской средней школе и учителя, которого учащиеся родители обвинили в развратном преподавании уроков в сексологии или как там их назвать. Главные герои программы это Шварёв Виктор, Романец Нина Павловна и её дочь Юлия. Что осталось за кадром? Передачу смотрели, я думаю, все внимательно, каждый думал о своих детях, но в самой передаче вопрос вышел даже её за рамки. Это недопуск родителей в школы, неизвестно по каким программам обучается, что вкладывается в головы. Наших будущих граждан Украины, какие могут быть у них отношения после таких вот уроков в семье, отношения к близким, к товарищам, отношения в семейной жизни, в будущих семьях. Эта программа намного сложнее, чем просто проблема одного села. Но через это село, которое находится между Новоядаром и Северодонецком на трассе, вскрылись другие проблемы. Эти же проблемы есть в каждом селе, в каждом городе, в каждой школе. Но почему-то только в одном селе нашёлся всего один сельский депутат, который просто собрал заявления уже доведённых до кипения граждан. Но самое интересное, когда правозащита вмешалась в этот процесс, тут же митинг собрали возле прокуратуры области. По данным вопросам, когда граждане законно подали после митинга, каждый лично своё заявление, вдруг в газетной статье выходит, типа, вот тут, возможно, политические игры. Да приходите все партии на правозащитные акции. Никто не приходит. И нечего обвинять, что вот там какие-то партии, какие-то имеют решения. Когда вышел сюжет на интернет-телевидение, самый первый, первое интернет-телевидение «Голос народа», самая первая часть была, в принципе, только о том, о поборах учителя, хамстве и так далее. Но когда начали расспрашивать дальше и посмотрели на их заявления, «Ребята, да это побор и всё это насморк системы образования. У вас полный разврат идёт, у вас идёт педофилия самая настоящая». Но самое интересное, когда провели в областной прокуратуре митинг, слово давали всем. И заранее заявлялся митинг, и все знали, и управление образованием ни один не вышел и не сказал, что мы тут проверяли, и всё нормально. Но зато, как говорил Багиров в передаче «Система», выбрали только свои, собрали только свои, да ещё и собрали число людей. На камере там не больше пятидесяти человек было, а написали сто пятьдесят. Перед кем отчитывались? Ребята, коллективные сходки в школе, коллективные проверки не позволяют, ставился вопрос. А он никого не насиловал, а никого не обижал. Подождите, если бы он ещё кого-то там изнасиловал или к кому-то опрыставал, то это закрытый режим по малолетним. И никто не должен был знать, что узнал судья, прокурор и так далее. И ссылаться на то, что дети ничего не сказали, да, сейчас вам начнут рассказывать, кого, где и что. А других рассказывали, а об этих вдруг всё село там непонятно чего, как говорил адвокат, всё знают, а о детях вдруг не знают. Ну и главная проблема в том, что до того момента, как приехало телевидение из Киева, телеканал «Украина», местные всё-таки готовились массово дать отписки, всё проверено, всё сделано. И уже даже после записи передачи продолжают некоторые чиновники бегать и уговаривать. Заберите заявление у прокурора. Не надо, мы как-то не уладим. Этот вопрос не улаживается. Когда выступала женщина, которую избил, там все смеялись в зале. Да ничего, потоптал, по голове ударил и так далее. Но если прокурор посадит её на детектор лжи, то он узнает такое, что там не просто учителя, а у этого учителя, развратника, ждёт уже камера в следственном изоляторе. Потому что преступление он скрыл в суде тогда. Но я думаю, выступление прокурора, заместителя прокурора области, короткое в конце передачи, что всё-таки в рамках уголовного дела, там не только это, там и амбарная книга пойдёт, и уголовное дело, заявление, которое не прошло, я не буду говорить, потому что касается лично героини Юлии, там сразу заявлено несколько уголовных преступлений отдельных. И сам адвокат они сказал. Вот это высший класс защиты. Вы даже защищаться не можете в том случае, если что-то натворили. И если уж натворили что-то, наделал не то, так лучше молчи, а не собирай митинги, и не разбалтывайте то, что вас дискредитирует. Хоть закон знайте, получите УПК, тогда и другим легче будет. И жизнь наша, возможно, намного лучше станет без этих перегибов.